Всем привет! Это Таня Матальна на канале Позитивная Идея. Сегодня я расскажу, как я почистила свою решеточку для газовой плиты. Она у меня чугунная. Прозвала я немножко нестандартный метод, но просто потому, что я до этого, в принципе, очень много тестировала средств, и мне не очень нравилось. И как-то вот Новый год, день рождения, у меня действительно был какой-то длительный период. У меня не было времени для того, чтобы заняться решетками. Очень многие хозяйки не могут себе позволить постоянно ее чистить из-за того, что она нужна 24 часа в день иногда. То есть ты готовишь постоянно. И поэтому освободить ее для того, чтобы почистить, иногда очень сложно. Из-за этого мы ее запускаем. Хотя прекрасно понимаем, что нужно чистить чаще. При этом у меня конструкция, моя решетка, она раздельная. Когда я покупала газовую плиту, я очень радовалась, что как раз это позволит мне ухаживать за поверхностью более эффективно. Это действительно было так, потому что иногда были моменты, когда у меня все готовилось, а одну часть, одну третью я могла помыть. Но в этот раз действительно вот Новый год, какие-то вот праздники, очень долго я не чистила. Она у меня запустилась, и пришло время, вот сейчас вроде у меня есть время, нужно почистить. Я уже много средств перепробовала, очень стандартная фраза, но это действительно так. Хотела на какие-то сделать обзорчики, думаю, ну, поднакоплю. Может быть, как-нибудь я сделаю сравнительную какую-то вот характеристику различных средств для очистки. Но сегодня именно нестандартный способ, потому что мне хотелось быстро, и хотела использовать ленивый способ. Пошла в интернет. Первый способ я расскажу, который у меня неудачный и не получился. Но видео, на основании которого я это попыталась сделать, оно имеет миллионные просмотры. И я так посмотрела, думаю, ну, раз люди делятся друг с другом, а именно так набирают эти видео, много просмотров, наверное, это эффективный способ. Ну, и способ оказался таким действительно простым. Нужно взять было нашатырь, вот я купила в аптеке, и взять полиэтиленовый пакет, сложить, значит, в свои решётки, просто накапать, и вот этот вот едкий нашатырь якобы должен хорошенько очистить вот эту решётку своими парами, оставить на какое-то время. Напрягло меня в этом видео, ну, сразу я так подумала, думаю, а почему он не показывает свою решётку-то во время чистки, до и после, то есть вот показывает только вот этот пакет, как он там вливает. Я тоже взяла пакет, всё влила. Во-первых, конечно, ну, представляете, запах. Для меня этот запах – это ассоциация с покрашением волос, потому что, ну, ломяк входит в краску. И я такая думаю, ну, попробую, вроде один день я могу потратить. Я взяла одну решётку, капнула на шатыре. Конечно, вот этот вот неприятный запах, но тем не менее, когда я открыла, не то что вот хоть чуть-чуть бы отошло, хоть вот, хоть немножечко отошёл у меня жир. Но я пошкрябала, поняла, что ничего не происходит. Ну, просто действительно неудача, зря потраченное время. Хорошо, что он стоит недорого, этот аммиак. И поэтому я, уже знаете, я в таком моменте, я была в настрой, что я буду чистить. Задумалась, начала смотреть средства, которые есть, а у меня в это время действительно засорилась раковина. И я так подумала, думаю, а почему не попробовать его использовать, это средство для того, чтобы прочищать трубы? Потому что в состав этих средств входят, как правило, щелочные какие-то компоненты, которые разъедают как раз то, что вот внутри трубы. Входит, как правило, что-нибудь из хлорки, да, то есть там прям чувствуется иногда запах хлорки. Всё это в формате гелий для того, чтобы, значит, с водой реагировало и проходило. И вот эта вот щелочная среда, которая в этих средствах, она действительно разъедает жир. Я взяла это средство и начала им чистить свои решётки. Я настолько довольна, вы не представляете. Причём я попробовала разные способности. Сначала я решила замочить. Ну вот посмотрите, вот видите, то есть я показываю сам процесс. Ну вот сразу видно, что вот, то есть я взяла, весь бутылёк вылила и туда положила решётку. Решётка сразу стала отходить, то есть вот мгновенно видно, что отходит жир, прям этот результат сразу видно. Я так вдохновилась, после этого почистила решётку, но отошло не на 100%. Многие места, когда вы решёточку чистите, они закаляются, то есть они вот прикаливаются. И вот эти места, их уже сложно очистить, конечно, потому что любое жирорастворяющее средство, оно растворяет именно жир ещё не закалённый. Но меня это вдохновило, я решила, хорошо. Я следующие две свои почищу. Купила ещё одну бутылёк и решила, знаете, когда я наливала, мне показалось, что в то место, куда я лила вот это средство, там лучше разъелось, ну, как бы контакт лучше, чем с полным раствором. Я решила, попробую, я возьму бутылёчек, перелила, значит, другой бутылёчек, потому что у этих средств у них широкое горлышко для того, чтобы выливать, да, то есть они не предназначены для нанесения, они предназначены, чтобы вылили это средство. Я, значит, перелила, чтобы у меня был дозатор, начала лить на эту решётку. Значит, в те места, где я действительно ими обработала, они действительно лучше отошли, ну, это по логике. Но это средство, оно изначально настроено на то, чтобы проскальзывать сквозь трубы. И оно у меня прям реально соскальзывало вот с этой вот решётки и никак не могло, ну, никак я не могла удержать. Из-за этого вот у меня верхняя поверхность решётки, то есть, ну, вот эта часть, да, вот эта часть решётки, вот, она хорошо почистилась. А вот эти боковые, они хуже, потому что на них она как бы не задерживается, она так, знаете, как лизуны, не прилипает. Но зато эффект был хороший. То есть я сначала обработала и оставила на 5 минут. Больше я не могла. Почему? Потому что вот состав, я, там, точный состав они не пишут, но начались испарения. То есть они такие были небольшие, но я их значительно почувствовала, потому что когда вы в раствор, то есть водой заливаете, то этих испарений нет. То есть когда я первый раз замачивала, я их не почувствовала. Но второй раз, когда я просто оставила, началось вот это испарение, такое вот щелочное, прям вот это. И поэтому дольше держать я не стала, тем более уж дышать этим. Я поняла, что если уж прошла реакция, то она прошла, потому что, ну вот, с жиром, если прошел контакт, остальное уже требует замочки. И я залила остальную водой, но то, что я чуть-чуть 5 минут подержала, это достаточно хорошо. Но помните, то есть всё-таки идёт испарение, потому что оно предназначено быть раствором и не находиться в помещении. То есть это не специальное средство. И там в трубах, да, если происходит это испарение, вы его не чувствуете. Поэтому всё-таки понимаете, что это средство не специализировано, не для бытового использования. Но так как на духовке, ну, на газовой конфорке я же не потребляю с этого пищи, то есть это не пищевая, как бы, поверхность, да, то есть я рискнула. Отличненько всё отошло. Посмотрите, какая стала вода. Вот этот вот жир, который отъелся, я прям так с лёгкостью вот так вот снимала, не мучилась, знаете, как я обычно даже побрызгаю, всё равно я шкрябаю. Единственное, что, конечно, всю поверхность нужно было обойти и всё вот смыть вот этот, снять жир. И в некоторых местах я не за... Ножка не из-за того, что там плохо отходила, из-за того, что просто не подлезешь по-другому, то есть, ну, вот в эти изгибы. Здесь я их как бы сошкрябывала немножко, но у меня настолько она стала чистая, отошло. И я действительно довольна, я процентов на 90, я не говорю, что 100% отошло. Вот мне отошли вот эти вот в некоторых местах, вот как раз та комфорка, где я больше всего готовлю, потому что вот она самая моя любимая. И там, когда жир попадает, конечно, там она прикалилась. И я там шкрябала уже интенсивнее. Но всё равно это намного меньше усилий. Вот намного меньше каких-то этих, я такая думаю, думаю, может быть, производителем вот этих вот средств для труб продолжить свою линейку и сделать уже наподобие своего средства, такого же состава средства для чистки решётки. Сразу я говорю, потому что я некоторые знаю способы с использованием соды, уксуса, отметая их сразу никаким уксусом, я его настолько запах ненавижу, что я делала пародию на это, да, в этом, если хотите, я ссылочку внизу оставлю, посмотрите. То есть я действительно ненавижу запах уксуса и ничего уксусом почти практически не чищу. То есть мне вот чуть-чуть и уже дурно от него. Поэтому у меня явно не любовь, а многие средства, которые бытовые, вот знаете, которые часто используются, ну, рекомендуется, они очень часто. Сода, уксус там, да, и возьмите. И ещё покипятите. У меня нету выворки, я сразу говорю, в которую я могу поместить. Я прекрасно знаю, что вот как бы моя мама, у неё была большая выворка, потому что раньше, ну, кипятили бельё, и она была нужна. И в этой выворке мы наводили раствор с клеем. Как-нибудь я покажу, когда у меня будет возможность, вот состав этого. Он действительно весь жир отъедает, от него сковородки там отличными становились, прям блестели. То есть да, вот действительно, я знаю это средство, оно действительно хорошо. Но у меня, вот в моём случае, во-первых, мне нужно было быстро, и я вот использовала то, что у меня есть. И во-вторых, мне нужно было, ну, вот именно в этот момент, и ничего не кипятить, ничего. И времени у меня не было, потому что я замочила, свои дела делала, вечером я быстро пошкрябала, перед тем, как готовить ужин. У меня уже плита была в порядке, и была чистая. И уже, вот когда долго вот этот вот жир вы не чистите, начинается запах, ну, мне не нравится, да, то есть запах от этого жира, который, ну, то есть это всё становится очень неприятным, всё начинает бактериями поедаться и истощать этот запах. Я уже не могла терпеть, то есть у меня и время есть, и руки чесались. Поэтому вот такой вот способ я изобрела, методом проб и ошибок. Если у вас сложится такая ситуация, что действительно вам нужно попробовать этот способ, я вам его рекомендую, я протестировала, вы видите все результаты, я всё показываю, и сам процесс, то есть всё, я думаю, что я постаралась для вас снять наглядно, чтобы вы действительно убедились, что вот такой вот необычный способ почистки решётки, он действительно работает. Всем пока, это Таня Матане, оставайтесь на моём канале. Если хотите посмотреть за мной поподробнее, не только мои советы, а и мою жизнь, то подписывайтесь на мой влоговый канал Эх Лайф, ссылочка будет внизу в описании, и вот здесь вот такая картиночка Эх Лайф, тоже это означает, что вы перейдёте и на тот канал. И оставайтесь на этом канале, пишите свои комментарии, о чем вы чистите, потому что я сейчас пошла за средством, ну не буду же я всё время чистить тем, что не предназначено, всё-таки я надеюсь найти специализированное средство, которым просто чистить. напишите мне обязательно, чем вы чистите свои, вот ухаживаете за решёткой, потому что для меня это всё время самая большая мука вот в уходе за кухней очистить именно эту решёточку. Всем пока, оставайтесь со мной на моём канале Позитивных Идеи. Субтитры сделал DimaTorzok